Вегетарианство сегодня очень популярная тема, и связано это, как правило, с массовым увлечением восточной философии. Между тем, явление это по-настоящему безгранично, как в географическом, так и в историческом смысле. Так, например, растительного рациона придерживались Сократ и Пифагор. А писатель Лев Толстой говорил, что вегетарианство – это не диета, а восприятие мира. Есть в этом также и эстетический подтекст. Некоторые считают, что отказ от животной пищи делает человека красивым. По каким причинам отказалась от мяса известный фуд-блогер Юлия Коношова – вопрос глубоко личный. Но благодаря ее вегетарианской истории мы имеем возможность узнать секреты правильного питания, рецепты легких блюд и секреты их красивой подачи. Самое главное в вегетарианстве – подходить к этому вопросу с умом. Не бросаться в ум с головой, не исключать сразу все продукты животного происхождения, а изучить вопрос детально, посмотреть различные источники, изучить, может быть, какую-то литературу, общаться с вегетарианцами, с людьми, кто так уже питается, попробовать их кухню. И только после этого уже сделать для себя выбор, хотите вы этого или нет. Несколько дней в неделю делать вегетарианскими, даже тем, кто ест мясо, это очень полезно, потому что это снижает количество насыщенных жиров в организме, снижает количество мяса, что немножко очищает организм от шлаков и токсинов. Вегетарианские блюда богаты клетчаткой, что тоже помогает очистить организм и делать его более здоровым. Поэтому 2-3 дня в неделю вегетарианская пища будет полезна каждому человеку абсолютно. Вегетарианских продуктов очень много, их гораздо больше, чем животных. Это и всевозможные крупы, бобовые семена, орехи, овощи, фрукты, ягоды. Вегетарианцы стараются гораздо больше разнообразить свой рацион, нежели люди, которых привычный мясной рацион. Вегетарианцы, заменяя, стараются найти как можно больше интересных новых продуктов. И у них рацион получается более разнообразным. По мнению Юлии, вегетарианство – это личное дело каждого. Оно может быть постоянным или случаться периодически в качестве детокс-программы. Может быть жестким или с участием в молочных продуктах. Но главное, чтобы все это не ограничивало человека в его желаниях и не доставляло психологического дискомфорта.